ну что дела в стране все хуже большинство меня благодарят за мои косточки семечки но обман превалирует в соотношении где-то тысяча к одному 10 тысяч к одному вот смотрите как назвать эту серию фильмов ликвидация без грамотности людей сразу не будут сюда они не поймут о чем дело бесконечно лохотрон я применял это слово но тоже просмотра 300 500 страну не спасают а тут еще проблема с яндексом нет ни с яндексом я слава богу покажу вот проблема с youtube тогда я сказал себе название придумаю чуть позже итак у меня есть уникальная коллекция одна на всей планете вот и сейчас я так и буду абрикос академик наверное начнем может быть даже не бледно по алфавиту но так вот сложилось абрикос академик я набрал в яндексе это знаете что это наша советская русская система фото абрикос академик нажал вот что выскочила я нажимаю сразу все картинки дело в том что это мировое это весь мир и какое-то определенное место здесь занимаю и я и мои 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 вот мои вот мои вот мои потом покажу они все почему на это все начинаю с этого потому что это 100 граммов абрикосы бывает 120 грамм 130 грамм это чудо это сказка у вас а я сейчас перед этим фильм вы наверное участвуете мы хоть вот самых смотрите мои мой канал ютубовский вот кстати вот он у меня сейчас покажу надо брата ответить брат чуть позже проверю второй потому что я тут по настроению начал новую серию фильмов и тоже тебе и обрабатывает мои фильмы заводит их за такое что их смотреть приятно вот итак смотрим что получается если все вот это вот перенести в сибирь все это будет практически мертво кроме единиц как они эти единицы на самом ну я говорю про абрикосовые сорта несколько десятков сортов живут включая самая роскошная какие могут быть только на планете вот и радует жителей хакасии корсеневского края немножко ирхутского власти немножко кемерово урал и сибири дальнего востока и дальнего востока и средняя полоса россии примеру множество есть отдельная папка я там все кто присылает мои фотографии с моими фильмами ой фильмами с моими сортами в виде горячина косточек привел от моих черенков саренцев уже называю сергея сына вот и вот после такой длительной это я хочу показать вам что такое современная лохотрон лохотрон так на назову современного лохотрон с удовольствием по сортам и так фабрикос академик первая фотография моя так вы давно уже знаете об этом но кто-то ее присвоил а почему нет а вот наверно как продает такие идем дальше это одна из самых первых фотографий академика вот доказательства пожалуйста есть диск на диске есть телевизионный канал телевизионная группа которая приехала и засняла именно этот абрикос академик с этими плодами фотографии делалось при них вот это тоже академик более классический так здесь написано купить сразу академика питомники значит делается так нажимается право мышка так найти изображение яндексе кстати надо проверить идет запись вроде идет а вот смотрим сюда когда нажимаешь правую мышку выскакивает из нижу ниже вот эти видите вот смотрите все давайте смотреть вот эта фотография это настоящая академика ее присвоили ее присвоили несколько десятков видите тысячу рублей в москве купите обязательно купите вот воскресенские купите снова в москве интернет магазин гарсона но зачем они присвоили эту фотографию значит продавать буду чего угодно только не только не академик ну посмотрели возвращаемся обратно вот следующее идет этот уже академик тысяча рублей вот но по такому же принципу я проверять не буду сэкономлю фотографию его назвали лунатик здорово да вот а это тоже академик но он использовался он округлился линейка железового железового доказывать не будут вот видите используя мою фотографию взяли рекламируют какой-то сорт неизвестный понятно неизвестный дальше пошли это тоже академик и эта фотография встречается десятки раз эта фотография встречается десятки раз кстати это не монетом это академик вот про это ничего не скажу опять академик купить в москве 270 рублей если это настоящий академик он должен стоить минимум в 20 раз больше ну допустим тысяч пять-десять если этот саженец вырос в носке но это все сказки моя фотография опять назвали монетомы вот про это ничего не скажу а это фотография сделанная в челябинске царство небесное латенково низкая мухлайна исходим в золотом свете это фотография из его сада это ладонь его жены видите как все просто абрикос академик тоже что вот этот он же он же но его замаскировали теперь не каждый узнает дальше пошли одна из самых первых фотографий академика она еще делалась этим самым когда еще не было этих цифров фотоаппарата но до сих пор в ходу нажмем нажмем получается значит что получается сада утром да есть такой сада утром ну давайте посмотрим что он торгует найти изображение в яндексе она часто попадается давайте смотреть смотреть все поехали вот видите вот и все говорят это я выросел это я выросел это я выросел это я выросел вот он во владимире ну хоть 950 правда неизвестно что люди купят посмотрели это мы все про академики вот вернулись на центральную страничку и так вот этот мы добрались вот соседи по даче спрашивают меня ладно пусть спрашивают это там написано вот смотрим дальше вот эта фотография сделана в моем саду а вот это действительно не то теперь он стал скаут теперь это скаут а дайте что я вам сейчас могу вы увидите вот это вот черная длинный кабель темный это у меня в беседку проведено электричество доказывать не доказывать или просто богом попрячься клянуть богом что это мой вот значит абрикос скаут дело в том что я тоже сейчас на это обратил внимание на самом деле это это монетома так дело в другом посмотрите по такой цене людям продают но бедно купит за тысячу рублей потом выбросит богатый купит за 20 вот видите я ничего не выдумал за 25 тысяч рублей купит а вот а на самом деле вранье но если эта фотография давайте посмотрим в яндексе кто еще ее присвоил моим моим почерком фотографии давайте смотреть скаут купить москве за полтысячи вот здесь правильно написано монетоба вот но это потому что от меня знаете монетоба вот персик воронежский кустовой он уже стал персиком видите как здорово купите как персик а что купить еще академиком он стал да снова академик монетоба вот видите монетоба монетоба загорея плодовую культуру саду железово вот настоящее то вот она вот она почему только такая маленькая не знаю вот она и снова сад сип вот нажмем так что это такая мелкая выскать так ладно посмотрели возвращаемся к нашим чуть не сказал кому потому что обидится так и так с монетоба разобрались вот вот это вот фотография опять здесь написано подмосковье вранье а нет все правильно это фотография сделано правда подмосковье это фотография у моего ученика вот кажется у Виноградова вот здесь все правильно чуть чуть не забыл вот он мне фотографию присылал вот ну идем дальше еще что-нибудь сейчас я вам покажу что-нибудь еще одну ну чтобы вы поняли насколько все серьезно вот это вот сын манчжурца а фотография моя железа сто процентно 100 200 процентов что это моя фотография клянусь богом моя а кто-то назвал ее саратовский рубин она похожа только мельче саратовский рубин это культурная форма а у меня это один из вариантов манчжурца вот так ну а кто-то собирался продавать под видом саратовского рубина и продаст не саратовский рубин и не мою вот это это сын манчжурца вот и полюбовали да а посмотрите сколько ее мою фотографию украли найти изображение о какая она популярная ребята смотреть все смотрим там видели ну штук сорок пожалуйста Вот она уже стала серным сиянием вот Вот, стало черным бархатом, где-то, вы видите, что-то черное. А вот сын Мажурца номер три, это мое, абрикос сын Мажурца номер три. Видите, один из моих этих самых друзей, это его канал, вот, победа лайв. Он, значит, занимается продажей этих самых, рекламы Маякосчик, вот видите. Так, ну что ж, есть и польза небольшая, ладно. И еще покажу вот так, чтобы, вот смотрите, тут еще есть мои, вот это моя, вот это моя. Одну я пропустил специально, вот, вот это моя. Я показывал не раз, это Серафим, который сюда попал, а его назвали Августин. Вот, вот, ёптите, уже Августин стал. Ой, как люди дурят. Ну и еще, 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 вот еще моя, вот. Это сразу, вот моя фотография, посмотрите, вот это моя фотография. Вот это моя фотография, фотогалерея в Саду Железу, вот это честная фотография. Вот, идем дальше. Нет, дальше уже не идем, устали. Возвращаясь на который пропустил, это супер, я его так и назвал, супер. Внимание, они уже, Абрикос Академик, он Железу. Все честно? Честно, Железу. Вот, это моя ученица, вот, она же бывшая аспирант, теперь она уже кандидат наук, психоз наук. Вот, Савиня Челяна Александровна, и она демонстрирует плоды в моем саду. Вот, видите какие они. Скажите, что это Академик? От Академика осталось одно название, но тут все без обмана. Академия его изменила так, что его мама родная не узнает, этого Академика. Вот так. Ну что, нагляделись, посмотрели, что творится в этом мире. Это еще не все, смотрите. Моя фотография, моя фотография. Ой, Боже, Господи, Боже мой. Вот, я считаю, что, учитывая, что здесь все это мировые элиты, вот все вот эти, да, то здесь это, я занял достойное место. Ну, как минимум, государственная премия обеспечена. Вот, кстати, мой сын. Вот, видите. Это Железов Сергей, пожалуйста. Вот, достойнейшее место я занял. Достойнейшее. И, наверное, так и уйду. И никто не будет знать, потому что люди, покупая фотографии, нет, покупая, интернет-магазины присвоили вот эту, еще раз, вот эту, еще раз, вот эту, еще раз, вот эту, еще раз. вот эту, еще раз, вот эту, еще раз, вот эту вот. А, ее дважды присвоили. Но это уже, извините, украинцы. Но про Украину мы будем молчать, как рыба-бредка. И тогда, получается, друзья, что люди, которые соблазняются на мои фотографии, и, получается, я их подставил, я их подвел, потому что вся эта красота растет в моем саду. А вот сейчас еще покажу, ладно, уговорили. Вот он, значит, садсип, мой сайт, вот она, фотогалерея. И все это изнято. Фотографии вот отсюда. Вот. Вот, это все в открытом доступе. Железов, официальный сайт. Вот. Фотогалерея. Вот, 2023 год. Этот год сейчас уже. Коплю фотографии. Значит, 2023 год, 2022 год. Вот, видите. Вот оно, телевидение. В гостях уже, ничего, никакого обмана. Когда телевизионные компании угощаются моими фруктами, когда у меня дают вот такие урожаи, это четвертая часть. Здесь, здесь, четвертая. Четвертая часть. Это снимало телевидение. Это говорит о том, что я доставил огромное, огромное радость одним, кто покупает мои семечки, косточки, черенки, саженцы. И огромную я доставил. Обидную, обидную, обиду. Люди поверили моим фотографиям. Вот. Мошенники их использовали. И у людей вот это все, вот это все. Вы поверите, что это сибирский сад? А ведь у них, еще раз, каждый раз одно и то же говорю. Когда вы обращаетесь питомник с надеждой, что они вам пришлют настоящие саженцы, лично, со своего сада, а не из Испании, Италии. Вот. Будьте добры, будьте добры, спросите, покажите им наточный сад, и мы купим у вас по любой цене, ведь продают от 1000, от 300 рублей до 40, от 1000 за один саженец. Вы понимаете? А показать вот такое, у них нет садов. Поняли? Представляете, что делается, нет? Вот. Лучший питомник, лучший сад в Сибири, один из лучших в России. Вот. Когда же диплом агронома есть у моего сына Сергея, вот, моего сына Сергея, и он занимается вращением садовцев и работает канавщиком на Саянском алюминиевом заводе. А это нормально с его опытом, с его знанием. У него не пригласил ни один институт, ни один вуз. Вот. Когда он хотел, это у него средний образователь, средний технический, когда он захотел иметь высшее образование, вот, когда он захотел, вот, ему красноярский агрономисец сказал, платите ему владельцу, имея диплом агронома, ему, извините за большой конец этой истории, ему агроному, совладельцу лучшего сибирского сада, гигантским опытом, 14 лет в саду, в этом, в качестве помощника. 14 лет, представляете, вот, и тогда оказалось, что он должен заплатить и поступить на первый курс. Вот, и никого не интересует, что его надо было заманить в этот вуз и сказать, мы тебе автоматы будем ставить, пятерки по всем летам, помогай нам, становись этим самым, садокладчиком, что-нибудь, вот, мы тебе даем время, читай лекции студентам, и ты же знаешь практику, ты знаешь все, вот, вот и все поняли, да, вот, и вот этого, совладельца, вот это вот, не пригласили, а наоборот, сказали, платите, мы вас можем взять только на платный курс, вот это есть горькая правда, вот, а, кстати, а это его дочка, и сказала моя внучка, вери, я буду садоводом, ну, что, заканчиваем, горькая получилась, как всегда, горький конец, надо разоблачать мошенников, из-за них нету на саду, что,